итак всем привет дорогие друзья с вами канал неизвестный фэншуй и я дина орехова сегодня мы с вами поговорим о проблеме лишнего веса так как на пороге 21 век а проблема не решается несмотря на то что сегодня написано очень много трактатов всевозможных разработок но тем не менее проблема с углубляется проблема растет и именно поэтому я сегодня выбрала эту тему потому что она достаточно актуальная актуальность к ней не пропадает наоборот интерес возрастает так соответственно так как в связи с тем что количество людей конечно же таких увеличивается и несмотря на то что очень много средств разработок всевозможных диет и так далее почему же все таки не все диеты не все средства они все разработки помогают людям да и не не всегда люди сбрасывают лишний вес и прежде чем продолжить эту тему я бы хотела спросить вас если вы настроены на то чтобы сбросить вес любой ценой то это не к нам с нами естественно только те люди которые хотят решить все таки два вопроса то есть снижение веса и чтобы при этом не ухудшалось их здоровье именно за это я рад всеми своими двумя руками потому что я занимаюсь восточной медициной и диетологией и естественно диета как таковая для того чтобы быстро сбросить вес она не является для меня приоритетом для меня приоритетом является решение вопроса без вреда для вашего здоровья и так для меня лично вопрос похудения всегда стоял актуально несмотря на то что я выгружу и остаюсь принципе практически всю свою жизнь достаточно стройном состоянии но тем не менее в моем гороскопе есть большое количество элементов земли элементов огня особенно в летний период когда огонь активен я могу набирать вес и это было когда мне даже это уже начинало пугать я принимал какие-то определенные действия но зная себя зная что на меня влияет причиной моего именно роста килограммов да и объемов я делаю определенные действия чтобы предупредить это как говорится в зародыше чтобы это не разрасталась и не доставляла мне каких-то больших проблем ведь сегодня по статистике людей которые очень глубоко вот сидят в этой проблеме да это более 40 процентов и количество ежегодно растет и соответственно какие проблемы несут вот это ожирение и лишний вес какие проблемы естественно так как диетам больше подвержены женщины соответственно какая основная проблема эстетическая да каждый из нас хочет выглядеть всегда красиво привлекательно молода да чтобы мы нравились чтобы нас обращали внимание естественно эстетическая проблема для многих женщин стоит очень важной и она влияет очень сильно и на психику да и на наше какие-то социальные действия потому что мы стараемся появившаяся вот эта проблема делает нас буквально где-то даже одинокими почему потому что мы стараемся не выходить в люди лишний раз чтобы нам не делали комплиментов типа таки мой какая-то стала кругленькая какая-то стала пышечка да ты мой сладкий пирожок или что нибудь в таком вот роде да и соответственно не каждый из нас приятно это слышать и зачем нам ступят соль на сахар мы лучше не будем лишний раз сталкиваться с теми людьми которые в общем то нас троммирует психически мы будем лучше где-то дома сидеть на задвор телевизор смотреть а вторая естественно проблема это так уж вот повелось сейчас что по карьере больше продвигают руководители именно стройняшек и худышек да игнорируя даже те факторы что возможно полненькая сотрудница гораздо опытнее гораздо ответственнее гораздо профессиональные свои конкурентки стройняшки но тем не менее это в общем то присутствует ну и естественно самый важный третий фактор который проблема которая сопутствует ожирению лишнего веса это естественно здоровье это сердце в первую очередь страдает вся сердечно-сосудистая система естественно и черная система и все наши проблемы с венами на ногах да тоже связано с лишним весом и естественно мне нравится именно такой комплексный подход то есть не диета ради диеты а диета без вреда для здоровья естественно если есть у нас проблема есть определенные решения этих решений масса да сегодня рынок это большая индустрия это большой бизнес предлагает очень много всего это и всевозможные пилюльки для похудения да и это и всевозможные жиросжигающие чудо-чаи это и фитнес-программа да и всевозможные диеты которых на сегодняшний момент насчитывается более двадцати восьми тысяч представляете двадцать восемь тысяч даже вот в голове не укладывается столько много всего создали придумали разработали и так далее да но вот тем не менее такой факт присутствует вообще сама диета она появилась совсем недавно примерно около двухсот лет назад именно как раз она была связана вот видно как раз начали решать вот этот вопрос лишним весом с ожирением и появились первые диеты и уже вот повальное увлечение повальное создавание вот этих диет оно уже стало послевоенные годы двадцатом веке когда жизнь стала налаживаться да люди вот стал изменяться и ритм жизни стал изменяться и темп жизни изменяться каноны красоты если раньше по канонам красоты да если смотришь картины в картинах галереях художников средневековья там вот восемнадцатого девятнадцатого века были больше такие пышненькие женщины это являлось эталоном красоты значит она здоровая значит вот ее вот это пышущее здоровье именно привлекало художников создавать именно вот такой образ красивой женщины да на сегодняшний момент все изменилось и именно эталоном красоты стали совершенно другие женщины да это худышечки стройняшечки активные потянутые да имеющие определенные формы да девяносто шестьдесят на девяносто и так далее и естественно нам постоянно это муссируют и с экранов телевизоров и по радио и журналах и мы от этого никуда на сегодняшний момент не можем деться и интерес к всевозможным диетам и соответственно нас в том числе да он остается и я думаю что будут долгие годы сегодня о диете не знает наверное только владелец лежащий в люльке все остальные уже знают об этом я помню что у меня дочка когда была маленькая когда мы приезжали к бабушке она всегда ей говорила бабушка значит ты очень толстая не ешь вот там чего-то много ты очень толстая будешь вот надо фитнесом заниматься вот уже наши дети они впитывают это с самого детства с самого рождения соответственно закладывая определенную уже вот субкультуру неся ее дальше в свою жизнь передавая там возможно своим детям и поэтому я думаю что вот эталоны эти останутся надолго и соответственно мысли женщин о том как похудеть и сбросить лишний вес он будет очень долго присутствовать в нашей жизни и в жизни последующих поколений и сегодня во первых да и каждая звезда она несет свой бренд в том числе и через диету да создавая свою диету и наглядно демонстрируя всем своим кумирам и поклонникам как эта диета в действии работает и как это можно сделать легко быстро и и ну дальше и уже не учитывается именно об этом вот и меня вот это например больше всего волнует как мы выбираем обычные диеты так как диеты больше девушки девушки используют как мы обычно выбираем диеты диеты мы обычно выбираем по определенным показателям либо подружка посоветовала да либо вот как раз какая-нибудь поп дива по экрану там или на своем концерте там что-нибудь сказал да либо вот у нас есть какой-то кумир и мы увидели с ним вот такие произошли такие приятные изменения соответственно мы тоже это берем на вооружение и у меня было лично именно по первому пути как-то вот так случилось я очень сильно расслабилась да забыла про свои землю и огонь увлеклась вкусными я очень люблю печь пирожки да вот как-то вот увлеклась и делала это достаточно часто и вот в результате появились определенные лишние объемы заметила я это уже на своей одежде да смотрю как-то она мне немножечко маловато стало или тесновато уже тут непонятно соответственно вау что делать глаза горят да надо же от этого как-то избавляться скоро лето сарафанчики купальники и так далее надо что-то предпринимать и вот иду я встречается мне моя подружка я ее всегда помню вот она всегда была пышечкой долго это не виделись и тут я ее встречаю она вся вот такая вот фигуристая я говорю Галя что случилось вот для меня и вот это сейчас очень актуально там жизнь и смерть да колись рассказывай какую диету использовала что делаю ну и она со мной поделилась я тут же в интернете нашла информацию там состав диеты продолжительность и так далее ну естественно подсела да да я похудела радости моей не было предела я достигла своей цели то что у меня появились какие-то определенные недомогания и какие-то вот проблемы со здоровьем плохо себя стало чувствовать я честно говоря это не связывала со здоровьем ну одна же цель похудеть а на все остальное знаете как бы не очень обращаешь внимание и когда уже спустя определенное вот время я нашла информацию об этой диете скажу вам больше я конечно знаю об этом раньше я бы конечно не вообще никогда ее не использовала так как эта диета бьет по органам определенным в нашем организме которые в общем то у меня и так достаточно слабые они находятся у меня в зоне риска и эта диета конечно оказала на них определенный негативный эффект и когда ты думаешь да вот не все золото получается что блестит да и поэтому я вот увлеклась восточной медициной восточной диетологии мне нравится просто ее подход он достаточно комплексный он рассматривает очень много факторов для того чтобы худеть без вреда для здоровья это для меня самое важное особенно когда мы уже девушки взрослые да когда нам уже не восемнадцать и далеко даже не восемнадцать с плюсом с большими большим большим количеством плюсов то здесь соответственно нам стоит подумать взвесить лишний раз для того чтобы не навредить вредить себе потому что причин ожирения причин лишнего веса достаточно много мы об этом поговорим на нашей следующей встрече да но тем не менее есть факторы которые усугубляют эти причины делая процесс похудения практически невозможным ни в одной диете нет учета того что например пифагор да вот стоявший у истоков медицины в своем трактате еще много-много лет назад да знаете что все медики они дают клятву гиппократа там не навреди и это его был основной принцип не навреди и он говорил что в диете нужно учитывать именно сезонность нужно учитывать возраст человека и нужно учитывать даже место проживания человека и скажу вам что его слова до сих пор актуальны и к ним стоит прислушиваться потому что об этом вот просто вам вряд ли кто больше скажет и я думаю что не зря вот смотришь картины когда да например стари тех же богатырей каких-то вот вот одни же все женщины там они все же были пышущие такие здоровья мы сейчас используя диету мы нет радости в глазах нет вот какого-то вот такого зажигательного настроения которое в общем-то должно быть присуще человеку нормальным поэтому выбирая диету обязательно нужно учитывать определенные факторы о которых мы поговорим в следующий раз например сезонность та же самая про которую упоминал Пифагор вот я недавно в интернете нашла диету Аджелина Джоли смотрю что очень много репостов достаточно много лайков да то есть получается что очень многие люди люди людям она была интересна и очень многие люди ее использовали и если бы я не узнала лет десять назад возможно она бы меня заинтересовала сегодня я увидела последние снимки Анжелины и скажу вам что мне бы совершенно не хочется такой быть как говорится со спины смотришь да стройняшка молодая красивая стройная повернулась бабушка почему такое происходит вот один из факторов который не учитывает ее диету например это сезонность и именно это дает усугубляет процесс старения кожи именно ее диета если вы ее найдете в интернете почему потому что все сырые продукты овощи фрукты кисломолочные продукты особенно здесь цитрусовые если вы их будете использовать в зимний период то это будет очень большой ядерная бомба для вашего организма не случайно мы люди как часть природы и в природе есть изменение сезона да есть зима есть весна есть лето есть осень да зимой у нас все спит в природе да соответственно и у нас совершенно другие процессы в организме весной все просыпается все начинает возрождаться начинает расти развиваться да летом все растет колосится плодится и так далее да и осенью обычно плоды уже результат свои какой-то собираем и у нас вот то же самое соответственно нельзя одну и ту же диету использовать в разные сезоны результат будет не очень хороший вот например вот эта диета она к чему может привести вот диета анжелини джели первое если вы ее используете зимой это в вашем организме появляется большое количество слизи то есть вы у вас постоянно вас будут преследовать насморки кашли бронхиты всевозможные переходящие в ангину и так далее это все результаты диеты потому что она это усугубляет второе как я уже сказала это будет воздействие на кожу очень сильное да вам это нужно стареть раньше времени я думаю что не каждой женщине это будет интересно третье на что это влияет она сокращает продолжительность жизни с годами нам хочется жить больше дольше дольше и дольше и и зачем искусственно своими неправильными действиями сокращать эту жизнь и четвертое соответственно самое один из тоже нехороших факторов мы становимся чисто энергетически неинтересны для лиц противоположного пола вы посидели на диете похудели а потом что у вас потом другая задача стоит да вот где встретить мужчину а мужчина как-то вот с вами как-то встречаться не хочет поэтому прежде чем подходить к вопросу диеты нужно понимать причины понимать факторы которые влияют усугубляя эту причину и тогда вопрос как-то будет уходить сам собой и как раз на следующих нашей встречи мы сегодня начали у нас первая первая встреча касаемая лишнего веса проблем похудения и мы целый месяц будем об этом говорить разбирая по кусочкам по шагам шаг за шагом чтобы у вас было возникло какое-то понимание прежде чем использовать диету подумайте 20 раз ведь вы для себя одни и о себе если вы себя не любите вы о себе не заботитесь то кто еще о вас будет заботиться и вас любить правильно итак на сегодня все в следующий раз встречаемся 6 мая и мы будем говорить о причинах лишнего веса и о факторах которые его усугубляют итак сегодня все всем пока-пока с вами была я Дина Орехова и канал неизвестный коншуй в подъем 1 2 2 3 Продолжение следует...